Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вы каждый год берете здесь освещенную воду, да? Да. А почему так много берете? Ну, на весь год и на родственники. А вы ее пьете или умываетесь как? Да, пьем. А действительно говорят, что она не портится? Ну, действительно. Вот еще старая осталась, стоит нормальная, вкусная, хорошая вода. Ну, вот когда вы ее по утрам пьете, вы много берете ее? Ну, нет. Ну, почему? Немножко, в стакане там, на сколько? Я не знаю, может быть, грамм сто, два, три. Каждое утро, да? Мы стараемся, когда я стараюсь, каждое утро. И как-то чувствуется, не знаю, помогает это или внушение? Да, это внушение, наверное, какое-то. Внушение больше, да? Ну, если завтра набрать воды из-под крана, она тоже будет стоять целый год. На самом деле, вы попробуйте. Завтра на крещении нормальная вода. Этот праздник является для нас, для Православной Церкви, особо значимым, потому что через крещение мы сбрасываем в себя ветхого человека, греховного человека, и облекаемся во Христа, то есть облекаемся в новую жизнь, в жизнь вечную. Поэтому и вода сама, она через определенные молитвословия, погружение, креста, она имеет благодатную силу. Почему, как повествуют многие, что целый год стоит, она не портится. Даже, вы знаете, вот я недавно читал статью, один японский ученый провел такое исследование. Он, значит, на молекулярном уровне изучал эту воду, и вот над водой, когда произносил какие-то молитвы благодатные, то на молекулярном уровне вода менялась именно в положительную сторону, так что она имела уже даже исцеляющие свойства. А если он читал что-то такое нехорошее над водой, то на молекулярном уровне вода как бы изменялась уже в худшую сторону. И как у нас в сказках была и живая вода, а была и вода мертвая. Это действительно уже подтверждено наукой, что свойства воды изменяются. И вот в празднике крещения, когда поются определенные молитвословия, священник читает молитвы, погружая в спасительный крест Господа нашего Иисуса Христа, эта вода, она становится именно исцеляющей. Даже в молитвах, когда мы там читаем, что церковь призывает тому, чтобы воду эту причащались, то есть пили, то есть окропляли жилище свое, мазались ею, то есть тем самым эта вода, она исцеляет самого человека, очищает его, само и душу, и само и тело. Конечно, вода крещенская, она не может заменить причастие, потому что причастие, когда священник уходит с чашей и причащает тело крови Господней, это самое главное таинство, и, как говорит нам церковь, что кто не будет вкушать тело кровью, сам Христос говорил, мы ее тут не сможем войти в Царство Небесное, потому что это вот есть то, ради чего вообще существует богослужение. Но, тем не менее, эта вода, она все равно имеет некую благодатную силу, которая может нам, как бы, помочь в нашей духовной жизни, поддержание сил, каких-то освящения, чего-то. И все вот эти религиозные обряды, которые существуют в православной церкви, такой же, как и освящение воды, оно к единой цели все ведет, это помощи для спасения души человека. Здравствуйте, скажите, просто вот все что-то много набирают, а у вас небольшая бутылка. Вы как-то скромничаете или считаете, что много не надо? Ну, я не знаю, сегодня что-то сочельник, вот, это жена попросила, да у меня просто в машине осталось только одна бутылка, собственно, я не планировал. А вы сами верите вот в какие-то чудодейственные свойства, не знаю, или в пользу этой воды? Ну, во-первых, она год стоит, это 100%, она не портится. Не портится, да? Абсолютно. А вы сами ее как-то пьете, употребляете, умываете, каждое утро или как, временами? Ну, сухого вообще в основном, но, как сказать, она, когда плохо чувствуется, да. И помогает? Ну. Говорит, что помогает. А вы сами как к этому относитесь? Я нормально отношусь, мы набираем крещенской воды много, она где-то с 18 до 19, сегодня ночью, в час в ночь, она начинает идти, вот, у нее родниковый вкус. И где-то идет она обычная водопроводная, водопровода. Вот, и мы ее где-то в час, в два ночи набираем и много набираем. Она стоит год, два года стоит. А, сколько вы набираете, много? Ну, сколько бутылок есть, там, эти, баклажка пятилитровая. Прямо с под крана, да? Да. Ага. И потом просто чай, совершенно другой вкус. Серьезно? То есть мягче или что? Ну, вот, она из крана, когда идет, обычная вода, она пахнет этим, железом, там, трубы, вот эти, а это родниковая. Вот она по вкусу родниковая. Именно в этот момент, да, вот, ночь, ночь 19-го числа, да, получается? Да, да, да. Она стоит абсолютно спокойно, вот, год и больше. Понятно, ладно, спасибо. Скажите, а есть какие-нибудь правила, как употреблять, скажем, воду, когда ее употреблять? Надо ли перед этим молиться или не надо, или просто можно выпить ее с утра, там, скажем? Вы знаете, вообще, вот, как бы, есть такая традиция, особенно у нас на Руси, что крещенскую воду пьют всегда натощак. То есть с утра встают, читается определенная молитва на потребление просворы, которая вот продается в каждом храме, где верующие могут купить, и на потребление воды святой. Ну, вообще, конечно, при желании человек может и в течение дня ее пить, потому что все-таки все, что в церкви есть, это все сделано для человека. Поэтому человек может ее и пить, собственно говоря, не только натощак, но и тогда, когда его душа этого захочет. А если не молиться, а если просто без молитвы попить? Ну, вы знаете, мы и всегда молимся. Почему? Потому что даже, когда мы садимся за трапезу, мы тоже должны читать молитву. То есть тем самым благодарим Бога за то, что Он даровал нам хлеб насущный. И более того, еще просим для того, чтобы Он даровал нам последующий хлеб насущий. И все верующие люди стараются окроплять не только жилище свое, но и еду свою святой водой. И крестят, благословляя как бы еду для того, чтобы с благодарением со всяким и с облаговением вкушать именно те дары, которые послал нам Господь в эту жизнь. А люди говорят, что вообще в крещенскую ночь, даже если воду из-под крана набрать, то она тоже какой-то... Да, это да. Потому что у нас многие думают о том, что вот как батюшка освятил эту воду, и вот это вот единственная вода, которая освящена. Но на самом деле, даже вот сегодня ночью во многих храмах будут крестные ходы на Иордан, где, ну, на воды, где будут освящать реки, то эта вода уже в крещенскую ночь освящена, она освящена уже везде. Даже вот из-под крана уже приходит, если у нас же освящается река, а воду откуда берем? Из-за реки там, из каких-то источников, то, естественно, в этот праздничный день Господь освящает все воды, которые есть на этой земле. Поэтому и купание есть такая традиция в крещенскую воду, как бы как Христос вошел в реки Иордана, так и вот кто желающий купается, тем самым как бы старается освящать. Даже есть такое поверье, что кто искупается в крещенскую ночь, тот не будет болеть целый год. Ну, это народное такое есть поверье. Ну, оно имеет, конечно, какую-то, может быть, долю правды, потому что человек должен, прежде всего, с верой подходить ко всякому религиозному обряду, ко всяким тому, чего нам предлагает Церковь. По вере вашей да будет вам, сказал Господь Иисус Христос. Поэтому, конечно, когда это какой-то, может быть, традиция или человек ждет что-то, какого-то чуда без веры, конечно, этого чуда не будет. Но когда человек с верой подходит, действительно, то тогда и Господь, по вере его, воздаст ему то, что он просит. Ну, то есть в крещенских купаниях, если к этому подходить не просто как к развлечению, а именно с верой, то это, наоборот, хорошо, а не плохо. Ну, это традиция такая русская, поэтому, как бы, кто бы там как ни говорил, все равно, они всегда были, есть и будут крещенские купания, и священники, так или иначе, все равно освещают воды, делая купель там крестообразную, там, если лед есть, или вот у нас на... Где-то... На Тверце, наверное, где-то? Не-не-не, это на Волге-то делают купель. А, ну, да, на речном вокзале. На речном вокзале тоже каждый год что-то там устраивает, именно купание. Это, с одной стороны, как бы там, кто бы там как ни говорил, но это хорошая традиция, потому что даже через вот эту традицию, хотя бы люди приобщаются уже к чему-то святому, чего-то уже как-то Богу поближе становится, уже начинается задумываться о душе, о Боге, это очень важно. Потому что многие, даже после каких-то, может быть, казалось бы, таких незначительных традиций, которые есть у нас в Православной Церкви, уже через это приходят Богу, а это уже хорошо.